Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Пекин готов к роли Армении. Китай примет участие в учениях. Танковые и мотострелковые подразделения «Воскресение Армении» вместе с ВС России, Китая, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Пакистана и других стран примут участие в совместных учениях Кавказ-2020. Министерство обороны Азербайджана заявило, что не примет участие в учениях, которые пройдут в России с 21 по 26 сентября. В учениях из-за эпидемии COVID-19 не будет участвовать Индия. Договоренность о проведении учений была достигнута в начале сентября на совместном заседании министров обороны стран ОДКБ, СНГ и ШОС, в котором принял участие и министр обороны Армении. В своем выступлении на заседании Давид Танаян представил военно-политический контекст июльской военной победы в Тавуша, презентовав также зону безопасностной ответственности Армении, которая не ограничивается Кавказом, распространяясь и на Ближний Восток и Средиземноморье. Иначе говоря, рассматривая свои насущные интересы безопасности в евразийских схемах, Армения не ограничивается ими и видит свою безопасность и в Евроатлантической зоне. Следует заметить, что идею продвижения ведения безопасности до Средиземноморской зоны выдвигают США. И значимым шагом на этом направлении стало заключение Арабо-Израильского соглашения. Таким образом, в выступлении армянского министра на совместном заседании трех евразийских организаций осязаемо очерчивается то, что Армения готова, обязуется и способна взять на себя своеобразную роль в международной системе безопасности, в которой могут совмещаться антагонистичные в иных регионах интересы. В этом смысле примечательно участие в учениях Кавказ-2020 Китая и отказ от участия в них Азербайджана. Пекин готов к намерению Армении стать региональным хабом международной системы безопасности и готовиться к этому в функциональном смысле. Свидетельством тому – строительство крупнейшего в регионе посольства, масштабы которого исходят не только из монументальности Китая, но и размаха насущных интересов безопасности Армении, о котором было заявлено на московской встрече. Спецоперация в Беларуси, Лукашенко не оставили выбора. Бывший глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что арест так называемых вагнеровцев до президентских выборов в Беларуси был совместной операцией спецслужб США и Украины. По его словам, она готовилась втайне уже год. Богдан заявил, что была создана венесуэльская компания, службе безопасности которой предложили вагнеровцев, которые должны были транзитом через Минск отправиться к заказчику. Богдан отметил, что Киев ожидал передачи арестованных в Минске вагнеровцев Украине. Насколько достоверна эта история, о которой Путин на днях заявил, что вагнеровцев затянули в западню. Хотя вопрос в том, что задержали их в Беларуси, а значит, в западне оказались в первую очередь спецслужбы России, раз уж арестовали людей, которые должны были быть в Беларуси всего лишь транзитом. Вопросов масса, тем более, что вряд ли вагнеровцев можно считать сугубо частной компанией. В стране, где даже масс-медиа не работют без курации Кремля, вряд ли службы безопасности могут действовать самостоятельно. А значит, вагнеровцы не могли получить заказ без ведома российских спецслужб, которые и могли договориться с Беларусью насчет транзита. Более того, неужели Лукашенко до того, как заявить о том, что вагнеровцы прибыли для дестабилизации в Беларуси, не пытался связаться с Россией. Он что совсем из ума выжил, чтобы не проверив, обвинить Россию в дестабилизации. Если все было так, как в этой истории, то либо в дурацком положении оказались российские спецслужбы, либо авторы принимают слушателей за форменных дураков. Что касается украинского экс-чиновника, то российские кадры в украинской политике давно уже не нонсенс, и они должны в нужный момент обеспечить отдачу. Во всем этом интересна трансформация ситуации в Беларуси, когда до выборов Лукашенко однозначно обвинял Россию в дестабилизации ситуации и претензиях к суверенитету, а теперь целиком сдался на милость России, выпрашивая силовую помощь. В Беларуси действительно была проведена хорошо разработанная операция. Вопрос в том, где ее разрабатывали. Почему Азербайджан не допускает представителей МКК к армянскому офицеру? Представители Красного Креста так и не смогли посетить оказавшегося в плену армянского офицера Гургена Алавердяна. Вчера это подтвердили в офисе МКК в Ереване. Почему международная организация не получает доступа к военнопленному, который оказался на той стороне 23 августа? Сегодня Азербайджан объявил в розыск двоих командиров Алавердяна, Армина Джамаляна и Вазгена Варданина. Азербайджанские источники утверждают, что против них возбуждено уголовное дело по статьям о шпионаже, незаконное пересечение газграницы Азербайджана, попытку террора и ряду других. Они объявлены в международный розыск по линии Интерпола. На днях представители Минобороны Армении во главе с начальником управления по социальным вопросам Александром Аветисяном навестили членов семьи Гургена Алавердяна. Полковник Аветисян заверил, что Минобороны проводят работы по выяснению обстоятельств, при которых тот оказался на территории Азербайджана, а также для обеспечения процедур, исходящих из его статуса. Министр обороны Армении Давид Танаян в ходе встречи с журналистами 28 августа в Национальном собрании заявил, «Мы уверены, что и ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и соответствующие структуры ООН прилагают все усилия, чтобы вернуть военнослужащего. По нашим первоначальным оценкам, наш военнослужащий заблудился и оказался на стороне противника. Нам нужно выяснить, был ли наш солдат похищен или оказался там в других условиях. В зависимости от этого мы будем работать в разных международных структурах в разных форматах. Хотя сейчас мы требуем, чтобы как минимум офис МКК в Азербайджане посетил нашего военнослужащего. На данный момент это требование не выполнено, сказал министр обороны. В МИД также выразили озабоченность, что к пленному не допускают правозащитников. Почему азербайджанская сторона не допускает сотрудников международных организаций к военнопленному? Исходя из деликатности вопроса, это не обсуждается вслух, но тревога МИД и Минобороны Армении говорит о том, что происходят какие-то процессы. Сразу после пленения армянского офицера, который, по словам Давида Танаяна, не исключено, что был похищен. Азербайджанские эксперты Хором заговорили о возвращении своих диверсантов, которые отбывают срок наказания в Арцахе. В Степанакерте в те же дни состоялось заседание комиссии по делам военнопленных, но о решениях не было объявлено публично. Политологи говорили, что российская сторона, возможно, пытается посредством прямых контактов с Арцахом добиться возвращения азербайджанских диверсантов. Отвечая на вопрос о возможности обмена всех на всех, представитель МИД Анна Нагдалян подчеркнула, что в Армении нет военнопленных. В Азербайджане предъявляются надуманные обвинения лицам, оказавшимся при неустановленных обстоятельствах на их стороне. Они не совершили преступлений. Азербайджан пытается вернуть двоих граждан. Убийц несовершеннолетнего Смбата Цаканяна отбывают наказание в Арцахе. Убийство несовершеннолетнего тяжкое преступление в любом обществе. Думаю, ответ более чем четкий, заключила Анна Нагдалян. Если тенденция сохранится, ограничения будут постепенно сняты, премьер. Последние 20 дней в Армении регистрируется меньше 200 случаев заражения коронавирусом в день. Ситуация в целом улучшается. Об этом на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян. Есть и другой показатель улучшения. Во-первых, существенно сократились активные случаи. На данный момент у нас меньше 3000 активных случаев. Беспрецедентно выросло число тестов, причем положительных очень мало, было около 7-8%, а в последние лны 5-6%, что является довольно низким показателем. Риском для этой тенденции станет открытие общеобразовательных школ, сказал премьер. По его словам, приняты решения, которые воспринимаются не совсем однозначно. Одним из них явлется требование о ношении масок в школах. Мы вынуждены предпринимать такие шаги, чтобы не позволить возврата к кризису. Эти решения касаются и наших детей, никто из них не привилегирован. Так что, мы пойдем по этому пути, но будем проводить мониторинг. Если тенденция к улучшению сохранится, то мы постепенно выйдем из режима ограничений и примем решение, чтобы наши дети дышали полной грудью, сказал он.